11 сентября церковь свято чтит память одного события это усекновение главы иоанна претечи то есть это казнь одного из последних пророков иудейского общества иоанн претечи происходил из рода первосвященника захария то есть он был его отцом и в момент зачатия его ангел господень подошел во время кождения к захаре и сообщил ему весть о рождении ребенка так как сам захарий его жена елизавета были уже очень преклонного возраста то отец засомневался то есть правдивости этих слов в результате чего он он имел да и ангел сообщил ему о том что он исцелиться тогда когда исполнится это пророчество когда родился сын у захаре он на табличке написал имя иоанн которое также было сообщено ему ангелом после чего он был исцелен от этого недуга иоанн претечи был всего лишь на шесть месяцев старше христа и по плоти приходился ему родственникам в евангелии от луки мы можем читать следующий отрывок в котором после благовещения представь богородица отправилась к своей родственнице елизавета это как раз была мать иоанна претечи и когда они увиделись впервые то младенец взыгрался в очреве что говорило о его его будущей святости сама ан претечи жил очень строгой жизнью он носил одежду из верблюжьего волоса и припоясывался только небольшим поясом больше из одежды он ничего не носил ходил он босиком жил в пустыне питался он акридами и диким медом акриды это особый вид саранчи который обитает в тех местах вот в такой строгой жизни он конечно приобрел очень большую известность среди своих современников и со всего со всей округе к нему стекались люди и для того чтобы послушать его поучение и принять от него крещение крещение он говорил необходимо для избавления от грехов и всем благовествовал о скором наступающем царство небесном именно он в своем указывающим жестом указывая на христа говорил сиагнес господень землющий грехи мира именно от рук иоанна претечи христос принимает крещение водах и ордана и после чего практически сразу иоанн претечи был взят под стражу одним из сыновей ирода великого которого также звали ирод он взял в супруге свою сестру своего брата и стал с преступно сожительствовать что чем и вызвал на себя осуждение иоанна претечи на долгое время жена уговаривала взять под стражу и все-таки это произошло но ирод он боялся той власти которую обладал иоанн претечи боялся народа что будет некое восстание поэтому убивать его он не хотел он держал его в темнице и даже есть свидетельство о том что иногда он приходил к нему для неких бесед на духовные темы не воде в один из перов царь ирод много выпил вина и увидел танец дочери своей этой супруги иродиады и она настолько хорошо танцевала что он в клятве перед собравшимся пообещал отдать ей то что она попросит хоть даже до половины царства тогда маленькая девочка будучи не знаю что ответить обратилась за советом к своей матери которая попросила чтобы ирод усёк то есть отрубил голову иоанна претечи царь опечалился до праздник был прекращен но то обещание которое он дал он все-таки сдержал он послал палача который отрубил голову и принес голову иоанна претечи этой девочки и таким образом окончилась жизнь одного из величайших людей русской православной церкви и всего христианского мира 17 сентября святая церковь празднует память иконы божьей матери неопалимую купина и в нашем городе есть храм посвященной этой иконе наверное стоит сказать о том вообще какова история создания этого образа дело в том что библейской истории нам известен случай когда господь явился пророку моисею в пустыне чудеснейшим образом когда он пас стада он увидел необычное зрелище терновый куст был зеленым и горел и не сгорал и он очень удивился этому и захотел приблизиться и посмотреть что это такое за чудо и вдруг услышал голос моисей сними сандали разуйся ибо земля на которой ты стоишь святым то есть приблизиться даже он просто так не смог эту месту где бог дивным образом и таким вот чудесным образом себя явил по библейскому толкованию это видение пророку моисею символизирует грядущее чудо бога воплощения и вот тот огонь которым пылал этот куст это огонь божества который коснулся святой девы марии и не опалил ее и она через непорочное зачатие от духа святаго родила божественного сына бога воплощенного это уму непостижимо в это это великое чудо и много свидетельств когда библии подчеркивается нельзя увидеть бога и остаться в живых и бог являлся только прикровенным образом людям а здесь бог явился вот таким чудесным образом в виде огня и купины то есть терного куста который не сгорал то есть дева мария приняла в себя огонь божества и не опалилась при этом девство ее сохранилось но и матерью она нареклась вот это чудо она и потом получила уже свидетельство в дальнейшей евангельской истории и по великой любви к божией матери стали рождаться вот эти образы святые и первоначально неопалимая купина она изображалась вот именно так как описывается это событие в библии моисей стоит преклоненным с разутыми сандалями и горит вот этот куст в котором огонь и в центре огня божья матерь с младенцем вот в дальнейшем и иконографические были изменения допущены и сейчас уже икон неопалимая купина предстает перед нами как божья матерь с младенцем в центре иконы а вокруг нее к она как бы вписано в два четырехугольника и получается такая весьма конечная звезда изначально эти цвета были красный и зеленый то есть цвет огня и цвет купины также вот в этих лучах звезды вписываются ангелы божие которые символизируют преклонение власть подчеркивают божией матери ибо она превыше херувимов и серафимов также эти ангелы символизируют и стихии мира тварные стихии которые покоряются величию святой девы и ее божественного сына иисуса христа очень часто божья матерь изображается держа в руках лестницу то есть по сути святая дева марии она воплотила в себя пророчество ветхого завета и мы знаем что не только моисею великому пророку на и пророку эзекиилю пророку иаков были различные видения когда бог приоткрывал завесу будущего и вот когда апостол иаков видел лестницу во сне когда по этой лестнице сходили не сходили ангелы божии то это было также пророчество о святой деве марии которая должна была на земле родить божественного сына и по этой лестнице ныне каждый человек через божью матерь благодаря искупительной жертве крестного крестной жертве сына своего божественного могут войти в небесное царство вот как человек из погреба не может вылезти если мы не подадут лестницу вот так и мы из нашей грешной жизни не сможем зайти в небесное царствие если нам не будет дана помощь свыше эта помощь от господа иисуса христа который в мир пришел через святую деву и вот этот огонь божества через деву марию и касается нас и не опаляет здесь уже конечно речь идет о святом причастие но мы сейчас говорим о святой иконе неопалимая купина и обратим внимание на то что дева мария является как бы главнокомандующей небесными силами то есть вот эти небесные силы вокруг нее служат ей также в лучах этой восьмиконечной звезды изображаются и символические животные телец лев орел и изображается образ человека это символические на изображение святых евангелистов то есть каждый евангелист их всего мы знаем четыре синаптических евангелия евангелия от матфея от марка от луки и от иоанна в каждом из них есть свидетельства которые повторяются а есть свидетельства которые дополняют друг друга и поэтому вот характерные черты каждого евангелия они и раскрываются через вот эти символические изображения там где изображается человек мы понимаем что это евангелие от матфея и евангелист матфей обращал внимание именно то что бог воплотился в истинном человеческом естестве то есть это не призрачное естество это истинно человеческое естество но абсолютно безгрешное даже зачатая без вожделения без страсти чистое непорочное когда мы говорим о луке то мы за видим там изображение тельца евангелист лука говорит о том что христос принес себя в жертву и телец это жертвенное животное когда мы говорим о евангелисте марки то мы там видим изображение льва и очень важно было евангелисту марку показать что христос царь его нужно слушать ему нужно повиноваться и поэтому как царь является как лев является царем в своем зверином мире христос является царем в мире человеков но он и небесный царь одновременно и евангелист иоанн богослов он говорит о великой тайне тайне божества и действительно очень мало святых православной церкви которые получили наименование богослов потому что говорить слово о боге крайне сложно во первых должна быть чистая святая непорочная жизнь а во вторых крайне трудно в материальном мире подобрать те слова которые могли бы точно передать божественные потому что природа иная но вот евангелисту она богослову это удается и поэтому там символическое животное орел такая птица которая парит высоко и видит все что происходит на земле вот богословие евангелиста иоанна это богословие особенное его евангелие не похожа на евангелистов других и кстати это говорит о том что она писалась более позднее время таким образом очень много вот этих воплотившихся пророчеств в одном небольшом образе образе иконы божией матери неополимая купина ну и конечно уже в народной традиции было замечено что эта икона несет себе действительно чудодейственную силу и были такие случаи когда были пожары то очень часто в домах которые сгорели эта икона из дерева оставалась не опаленной и люди видели это чудо и поэтому старались всегда иметь эту икону дома зная особое заступление божией матери но обратим внимание на то что не сама не сам лик иконы источая чудеса а то любовь божией матери которая является людям через их веру глядя на этот образ это очень важно понимать чтобы мы с не превратились в идолопоклонников то есть иконе мы поклоняемся только лишь в силу того что она является образом первого образа и свою мыслью через образ написан на доске мы мыслью восходим к перво образу а значит живая сила живая любовь живая и сильная и пресвятая дева мария она уже близка к нам и и являет нам свое заступление поэтому вот на этом образе было замечено людьми божья матерь являет именно такую свою силу и в нашем городе существует храм храм неопалимой купины который построен в 1910 12 годах он деревянный причем он ничем не изменился до сегодняшнего дня так незначительные лишь детали но самое главное святыни ради которой строился этот храм это святыни присутствует в храм а 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 ПЕСНЯ 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 равно опять же, опять же надо постараться пребывать с Богом. И, наверное, неспроста Господь отправляет меня именно на покой, потому что слишком много я увлекался в жизни теми людьми, которые прошли через все испытания жизни, через испытания ада. Это наши люди, подвижники, которых сейчас мы прославляем. Мы просто равнодушно к этому относились и думали, как хорошо, вот они были такими благочестивыми, потом их в ссылку сослали, в тюрьмах отсидели, потом они вышли на свободу, а их и в алтарь не стали пускать. Как прекрасно, например, видеть священника или какого-нибудь архимандрита, который молится в дверях того или иного храма, потому что официальное руководство не допускало их до святого алтаря. Ну, наверное, такая же участь ждет и меня, потому что мы должны почувствовать, каково было им, тем людям, которые были носителями православия, которые любили свою Родину, любили Церковь православную, любили народ Божий, а каково им было вот в таком состоянии. Я прошу Господа, чтобы Он помог мне в этом несении креста. И хочу поблагодарить вас, владыки дорогие, когда мы вместе находились, не только решали жизненные вопросы, но самое главное, мы находились в молитвенном, евхарическом общении с нашей паствой, которая всегда возносит молитвы со своим пастырем. И дай Бог, чтобы эти молитвы и продолжались до нашего земного бытия. Что еще можно сказать? Я хотел бы поблагодарить руководство Ульянской области, которое отзывалось на все наши просьбы, и не только даже отзывалось, но само шло навстречу и говорило о том, что надо вот сделать то-то и то-то. Дай Бог, чтобы новый архипастырь, который назначен священным синодом на эту богоспасаемую паству, выполнял все те наказы верующих людей, чтобы он был добрым пастырем для вас, и самое главное, чтобы был молитвенником за церковь симбирскую, за весь симбирский край. Владыка, спасибо вам, чтобы всегда были со мной, и даже вот в этот тяжелый для меня день вы приехали сюда, чтобы вместе помолиться, ну и разделить грусть нашу. Дорогой Владыка Анастасий, позвольте мне выразить благодарность от лица всей нашей метрополии, как и от лица духовенства, и от лица всех добрых православных христиан, которые составляют церковь нашу симбирскую. Благодарность за эти четыре года, когда мы жили в мире, когда мы испытывали от вас отеческую и братскую любовь, архипастерскую поддержку, когда мы испытывали действительно дух соборной молитвы и стремились прежде всего именно к тому, к чему и призывает нас всех Господь наш Иисус Христос. А мы все, прежде всего мы, епископы, священники и всякий верный Христу, добрый христианин, мы все призваны прежде всего созидать внутри себя Царство Небесное и распространять это Царство здесь, в этом мире, тьмы и в мире, который лежит во зле. Дорогой Владыка, на протяжении всей своей сознательной жизни, когда вы совершали свое служение на территории Казанской епархии, потом, милостью Божьей, вы прибыли на нашу землю, вы всегда распространяете вокруг себя прежде всего мир, тишину, молитву, и что очень ценно в наше время, вы стараетесь объединить нас всех, таких разных, таких грешных, именно грешных, к сожалению. У каждого свои моменты, свои амбиции, вроде мы и ко Христу хотим, и в Царство Небесное стремимся, но и здесь хотим везде многое успеть. И вот вы, дорогой Владыка, как истинный архипастырь, особенно за эти четыре года, когда я знал вас близко, вы прилагали огромные усилия, чтобы нас всех объединять вокруг Господа нашего и Иисуса Христа. А как вы это делаете? Вы это делаете не какими-то приказами архиерейскими, не какими-то распоряжениями на бумаге, не какими-то устрашениями, а своим добрым примером. И поэтому, дорогой Владыка, я уверен, что Бог милосердный, Он много даровал вам милости во время всей вашей жизни. Бог всех нас очень милует. И я уверен, что особо дарит своей милостью, благодатью, своей божественной помощью сейчас, когда наступает новый этап вашего земного бытия. Мы, дорогой Владыка, все духом всегда будем с вами, не только духом, всегда рады видеть вас. Я лично рад видеть вас на территории моей Меликесской епархии. Если Богу будет угодно, и вы пожелаете, я вас приглашаю разделить с нами торжество на святого Гавриила, которого вы очень любите и чтите. И мы вас любим и чтим, и молимся. И самое главное, дорогой Владыка, просим ваших святых молитв о всех нас, чтобы мы все остались в вашем сердце после того, как вы покинете пределы нашей епархии. Иногда зрители спрашивают, будет ли угодно Богу молитва человека, если он, не участвуя в богослужениях, заходит в храм в течение дня, стоит перед иконами, ставит свечи, просит о чем-то. Или если он заходит в храм даже во время богослужения, но всего на несколько минут, по дороге на работу или еще по каким-то делам. Угодно ли Богу его молитва, и есть ли в этом смысл? Я бы пояснил этот вопрос таким примером. Представьте себе, что я собрался в театр или в филармонию на концерт, нарядился, узнал о времени, представлении или спектакля, но пришел не к началу, а к контракту, к перерыву между актами или отделениями концерта. Я прогулялся по фойе, филармонии, посидел в мягких креслах и обязательно зашел в буфет, ведь это неотъемлемая часть ритуала. Но после этого, не оставаясь на второе отделение, ушел домой. И затем всем своим друзьям и знакомым рассказываю, что я был на концерте, я хожу в театр, ведь я же человек культурный. Справедливы будут в таком случае мои слова? И да, и нет. Вроде бы я был в театре или на концерте, но все-таки любой согласится с тем, что филармонии, концертные залы и театры строят не для того, чтобы можно было туда зайти и перекусить в буфете. Главное назначение этих зданий, чтобы там звучала музыка, чтобы там пели, танцевали, чтобы актеры выступали с подмостков. И точно так же церкви и храмы Божии строят по всему миру для того, чтобы в них совершалось богослужение. Не стану отрицать, что в храм зайти, помолиться можно в любое время. И это всегда будет хорошо. И такая молитва тоже будет услышана Богом. Но все-таки самое главное назначение храмов это возможность совершать богослужение. Возможность собираться христианам вместе для того, чтобы на службах происходило то чудо богообщения, то единение творений с Творцом, которого ничем не заменить и которого не найти нигде больше. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова